Гулырыбшский район Многие занимаются индивидуальным предпринимательством, работая в сфере товарного сельхозпроизводства. 4 тысячи являются безработными. Количество пенсионеров в районе составляет 3430 человек. Из них 827 получают российскую пенсию, остальные – абхазскую. Средняя заработная плата – 10 800 рублей. При этом максимальная заработная плата составляет 28 500 рублей. Наиболее остро ощущается кадровый дефицит в сфере энергетики. Знаю, насколько сложно сегодня в этой отрасли. У них работники в основном за 60 лет. Молодежь же не идет почему-то в эту сферу. А если идет, она не идет работать в госсекторе. Скорее всего так, потому что мы знаем молодых ребят, которые работают частным образом, но в госсекторе не идут. Видно, это связано с зарплатами. Хотя, если посмотреть на заработную плату у энергетиков, из всех, кто у нас здесь работает в администрации Гулибского района, наиболее высокую заработную плату. За 9 месяцев текущего года в районе было потреблено электроэнергии на сумму более 52 миллионов рублей. Оплачено более 21 миллиона рублей, что составляет порядка 41%. Нельзя не отметить, что задолженность за потребляемую электроэнергию у некоторых потребителей довольно-таки высокая. Крупные потребители, у которых большой долг образовался, мы никак не можем с них взять эту сумму. Сейчас одна из организаций порядка 8 миллионов нам должна, если бы они выплатили бы, эта цифра была бы не 41, а 52%. Я работаю в Гулибском районе с первого дня после войны. Я помню, когда в графе оплата электроэнергии целое село стояли цифры 0. Сейчас такого нету, потихоньку оно стабилизируется. Было и 10%, и 12%, и 25%. Разные были цифры. Тенденция идет к тому, что увеличивается поступление за электроэнергию. За электроэнергию вдвойне увеличили оплату. До сегодняшнего дня это не дало никаких пока результатов, но это не говорит о том, что не даст. Я больше чем уверен, что это даст результаты в том плане, что люди стали приобретать счетчики. Почему приобретать счетчики стали? Люди, я уверен, они начнут экономить электроэнергию. С целью подготовки энергосистемы к зимнему сезону была проведена чистка 90% линий электропередачи. Частично устранены аварийные участки. Проведена замена ветхих опор на железобетонные в количестве 75 штук. Установлено два трансформатора. Заменены воздушные линии протяженностью 2,5 километра на аварийных участках. Аслан Баратылья также ответил, что работа по выявлению и пресечению незаконного подключения майнинг-фирм дала свои результаты. По указанию президента были созданы, во всех районах были созданы штабы, комиссии созданы для того, чтобы как-то избавить Абхазию от этих майнинг-фирм. Мы занимались этим вопросом. Комиссия, она до сих пор действующая. Другое дело, в зимний период мы работали интенсивно. Каждую неделю в комиссию входят главы администрации всех сел, входит начальник милиции в комиссию. Ну, возглавляю комиссию. Я по поручению президента, мы еженедельно во вторник собирались, и каждый отчитывался, ну, в меру своих обязанностей, отчитывался о проделанной работе. У нас было 22 фермы, которые мы обнаружили. Я почему говорю 22 и больше их не было? Были долгое время у нас фермы законсервированные стояли, потом люди поняли, что мы не отстанем от них, наверное, они в основном вывезли. На сегодняшний день крупная ферма в районе Варчи одна находится в дробилке. Мы еженедельно мониторим ее состояние, приезжаем, проверяем, неожиданно проверяем. Милиция постоянно ездит, проверяет. Если мы зимой еженедельно собирались, сейчас мы этой практикой не занимаемся, еженедельно не собираемся. Ну, в зависимости от той ситуации, в какую мы попадем в этой сфере, мы и будем собираться. Гулырский район – один из главных сельскохозяйственных районов страны. Район, благодаря отчислениям которого, стабильно пополняется государственный бюджет. За период с 2020 года по настоящее время наблюдается увеличение доходной части бюджета на 56 миллионов 230 тысяч рублей. Местный бюджет во всей этой истории составляет всего лишь 10 миллионов. Все остальное 46 миллионов – это дотации, республиканские дотации. Мы ежегодно выполняем бюджет на 110-115%. Вот так вот варьирует наш бюджет. Это было и 3 года назад, это было и 2 года назад, это будет и в этом году. Да, это перевыполнение на 15%, 10-15%. Вообще, я считаю, что это перевыполнение на 10-15% – это наверняка допустимо, это хорошее прогнозирование бюджета. Вот когда там на 200-250%, я не знаю, как это возможно сделать, если же, конечно, не открылся какой-то бюджет образующий, огромный объект, который не планировался, завод, какой-нибудь фабрика. Тогда, наверное, в бюджет поступит более 200%. А так 10-15% для Гуллибовского района – это многозначимая сумма. Вот бюджет этого года получит, мы уже точно знаем, более 10 миллионов переходящих денег. В основном бюджет Гуллибовского района зельтится за счет мелкой торговли. Большой бюджета образующей организации в районе нет, отмечает Аслам Барателия. По мнению главы района, открытие крупных объектов безусловно способствовало бы экономическому развитию. Сейчас идет подготовка проектно-сметных документов и по аэропорту, и в районе Варчи будет заложен порт. Мы им выделили 56 гектаров, не считая морскую акваторию, которую они займут. Предполагаемые суммы вложений от 8 до 10 миллиардов. Ни одного такого проекта в Абхазии еще не было с такими вложениями. Это с помощью инвесторов, так же? Да, это с помощью инвесторов. Здесь сугубо частные инвестиционные деньги. Они планируют от Кодорского моста до самого устья реки, до моря, планируют котлован бетонный сделать. Вот как в России мы видим, что со всех сторон будет бетоном. У нас извечная проблема, которая разливается, Варчи, Бабушара заливается полностью. Я надеюсь, что с открытием этого порта, аэропорта, аэропорт, он больше, наверное, даже имиджевая составляющая в нем, чем финансовая составляющая. Здесь, естественно, будет более финансовая составляющая. Но возьмем такую цифру, что более 500 человек рабочих рук им нужно здесь на месте получить. Все остальные, специалисты высокого уровня, они, наверное, будут привлекать. У нас навряд ли найдутся такие специалисты, а все остальное до 500, более 500 человек им нужны рабочие руки. В Варчах столько людей не проживает, в Варчах и Бабушарах. Они, наверняка, будут еще привлекать со всего района. Я уверен, там заработные платы другие будут. На территории этого порта будет строиться своя поликлиника, будет своя поликлиника, свои там спортивные какие-то будут делать. Наверняка это будет делаться для тех людей, если они будут там создавать жилой фонд какой-то, люди, которые будут приезжать работать, наверняка они будут там жить. Я даже на стадии строительства надеюсь получить в бюджет серьезные деньги. Но хотелось бы, чтобы на уровне Гагры и Гудауты было даст Бог. В целом, по словам главы, в Гулырыбском районе туристическая сфера мало развита, несмотря на то, что туристы приезжают на отдых в частный сектор. В районе много красивых туристических мест. Если бы была развита инфраструктура, то и турпоток в районе был бы значительный, уверен Аслан Барателли. Но при всем при этом нельзя не отметить, что с 2020 года по поручению президента Аслана Бжания в рамках инвест-программы сделано немало работ. У нас на 395 миллионов было запланировано и практически все сделано. Вот осталось, это 11 дорог у нас было запланировано. Все они заасфальтированы, сделаны прекрасно. В состоянии до Мерхула дорога самая большая, там 54 миллиона вложено. Есть дорога Ботаника называется, село Мочарка. Там на 14 миллионов сделано. В общем, 11 дорог, все они завершены, сделаны. Помимо этого, водоснабжение у нас прекрасно. После войны это огромная труба была заменена. 99 миллионов потратили только на водоснабжение Гулырского района. Мало того, эта труба была поменена и все разводящие тоже по инвест-программе, после того, как они разводящие в Гулырском районе сделали. Два года, правда, удручающее состояние района было, потому что все перекопано, перерыто было. На сегодняшний день все, что они перекопали, где была плитка, они заменили плиткой, где был асфальт, асфальтом заменили. И насосная у нас сейчас не на килосуре стоит, как раньше было. Вода поднимется, трубу снесет, это целая проблема. Ее вывели за килосур, сделали скважину. Она гарантированная, артезианская, чистая вода поступает во все квартиры. Вот половина Гулырского района охватила эта труба. За счет собственных средств района также проводится немало работ. Ремонтируются обвешалые дороги, мосты и кровли школ. В нынешнем году в Гулырском районе ожидается хороший урожай цитрусовых. К примеру, в предприятии «София» планируется собрать до 600 тонн мандаринов. Мы от количества урожая, бюджет наш не зависит абсолютно. Мы получаем аренду земли и это все, что нас связывает с агрофирмами. Эту агрофирму сохранили здесь ребята после войны, очень благодарен им. Здесь очень много вложено труда и мало, что они на этом заработали. Но надеются на перспективу, что в будущем мандарины будут иметь хороший спрос, что граница будет проще, провозить ее будет. При поддержке правительства в Гулырском районе, как и во всей республике, реализовываются проекты сличан в сельскохозяйственном направлении. Министерство сельского хозяйства в прошлом году выделило 17 проектов. У нас было на 9 миллионов. Многие пользуются услугами государства, кто-то самостоятельно может этим заниматься. У нас очень много пастбищ. Пастбища занимают около 20 тысяч гектаров. Это огромные территории. Не все пастбища, наверное, востребованы. Но люди занимаются животноводством. В настоящее время в Гулырском районе активно ведется работа военных комиссариатов по резервистам, а также по вопросам гражданской обороны. В первых числах получили поручение президента, где было сказано, что в ежедневном режиме мы сейчас уделили особое внимание сбору резервистов и документальному уточнению списков резервистов. У нас по списочному сегодня по Гулырскому району чуть более 2700 человек. Мы проводим вот такие встречи. В каждой администрации села по две встречи. Собираются резервисты примерно от 70 до 80%. Здесь, вот где мы сейчас находимся, это село Пщаб. Два тоже пункта здесь. К этому пункту приписано 300 резервистов. Здесь же на месте, как и везде, не только здесь, как и везде, будут выбирать начальников, командиров батальонов, командиров бригад, ну где у кого какое количество взводов. Мы точно знаем до сегодняшнего дня, какие объекты нам поручены охранять. И мы способны защитить эти объекты. У нас довольно-таки хорошее количество резервистов собирается. Задача, которая будет поставлена государством, она будет выполнена. С 2020 года в Гулырскому районе по поручению президента Аслана Бжаня сделано немало, чтобы решить самые острые вопросы и повысить уровень качества жизни. Алика Травш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.